Иисус шел для того, чтобы исцелить слугу сотника. Давайте прочитаем. Иисус пошел с ними, когда он недалеко был уже от дома. Сотник прислал к нему друзей сказать, не трудись, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, потому себя самого не подчел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздороветь слуга мой, ибо я подвластный человек, но имея в себя подчинение воинов, говорю одному, пойди, идиот, другому приди, приходит, слуги сделай то и делает. Услышав си, Иисус удивился и обратився, сказал идущему за ним народу, сказаваю вам, что и в Израиле я не нашел такой веры. Посланные возвратились в дом и нашли больного слугу выздоровевшим. Иисус восхищался верой сотника. И он сказал, что даже в Израиле, а он уже много походил по местам Израиля, я не нашел такой веры. Что было особо у веры сотника? У него было правильное понимание веры. Я верю. Нам нужно правильное понимание веры. Знаете, мы не сразу пришли в церковь. И когда мы были детьми, все, кто мог, они влияли на наше мышление. Ну, думайте. Наши родители были атеистами. Но всех нас крестили в православной церкви. Чтобы потом водить к бабкам. Все мы имели в своей голове атеистическо, религиозно, окультный микс. Да. Все смешалось. Неверие. Окультизм. И религия. И все было у нас в голове. Поэтому, когда мы пришли к Богу, наше мышление оно отпечатывает на нашу веру. И наша вера она может иметь проблемы из-за того, что наши родители были атеистами. Из-за того, что наши родители обращались к оккультизму. И, наверное, самое страшное это религиозный дух. Что такое религиозный дух? Это тот дух, который заменяет людям общение с Богом. Если хотите, это придуманное общение с Богом. И поэтому Иисус ходит по Иерусалиму. По Израилю. Он всегда искал людей, которые понимают, что такое вера. И он не находил таких людей. Потому что у каждого было свое представление веры. Люди верят в разные вещи. Я был в Иерусалиме. Стена плача. Рауду сена. Забита записьками. Я очень такой думающий человек. У меня вопрос. Ты возил записьки? Возил. Но когда я их туда засунул, я начал думать. Зачем? В чем суть? Это стена. Даже не того храма, который построил Соломон. Это стена того храма, на который смотрели люди и плакали. Такой он был не такой. Амэн. И мы все туда записки суем. И верим. И что? Помогает. Вы понимаете? Разное понимание веры у разных людей. Во что люди верят? Люди верят в самые разнообразные вещи. И то, во что они верят. Оно в их жизни происходит. Амэн. Амэн. Религия вообще извертила веру. Религия весь пар изкроплёвает тицейбу. Мы были где-то там в Египте возле горы Синай. Египте пей Синай и нашу экскурсию завели в храм. У мусу экскурсия веда темпли. И говорят, здесь мощи рука святой Екатерины. Я смотрю вот вся экскурсия 50 человек они заходят в храм. Там вот такое вот стекло под стеклом рука и они все приходят с похмелья. Похмеляйный. Какое какое слово-то красивое. Похмеляйна. Похмеляйный. Подди райный. А покидайна это что? Это когда похмеляйна а уже потом покидайна. И короче все 50 человек представьте все идут и прикладываются к этой руке. Ну там не рука. Там уже кости. Мне даже интересно стало. Я думаю что за Екатерина это такая? Начал копать историю. Ну какая это там была царица. У нее гарем свой был. Короче что за рука? Чем она не занималась? Никто не вникает. Главное верить. Извините Иисус бы не похвалил. Аминь. Он бы не похвалил. Аминь. Извините есть разная вера. Был мужик. Его звали Симеон Столбник. Он на столбе простоял 40 лет. Ни разу не сходил вниз. Он верил что этим Он меняет жизнь на земле. Я думаю Иисус бы не похвалил. Есть разная иконы. Вот кто видел иконы? Братья и сестры я тебе скажу если бы какой-то художник вот так тебя нарисовал я когда-то учился на художника и я знаю правила построения черепа. Вы понимаете все иконы они написаны вопреки всем правилам. Выпученные глаза как от базедовой болезни. Вот такой удлиненный удлиненный нос. Где-то там губы внизу. Вот такое лицо какое-то. Ну согласитесь но не мог Иисус на такого быть похож. А когда Деву Марию рисуют с младенцем младенец он же с человек с взрослым лицом она его держит и он такой серьезный сидит согласитесь вот такую веру Иисус бы не похвалил потому что это не та вера это вера она работает она помогает но это не та вера которую бы Иисус похвалил и был человек язычник римский сотник и вот он понимал веру Иисус он сказал я такой веры даже в Израиле не нашел и так в чем же было его понимание он сказал несколько важных слов сам того не понимая он подтвердил учение Иисуса Христа он говорит я человек который нахожусь под властью и имею в своем подчинении говорю говорю это учение нашего Господа который сказал если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе поднимись вернись в море не усомнишься в сердце своем все что не скажешь будет тебе он передал учение учение о вере учение самого Господа Иисуса Христа Иисус говорит я такого не видел человек не слушал моих учений но человек понимает веру знаете к чему я столкнулся многие христиане по 5 лет церкви по 10 лет церкви по 20 лет церкви они не понимают веру потому что их мозги отравлены атеизмом отравлены религией отравлены оккультизмом и все смешалось неверие мистика обман все перепуталось и ты смотришь на человека он вроде верующий но живет в проклятии ничего не происходит ничего не меняется десятилетиями все то же самое что это такое непонимание веры нам нужно понимание нам нужно изменить свое мышление и верить правильно и я говорю если ты будешь верить правильно все горы они уйдут в море аминь он говорит я человек подвластный и я говорю пойди болезнь пошла вон и болезнь уходит я человек подвластный и я говорю дьявол пошел вон и дьявол уходит я человек подвластный и я говорю проклятие вон и оно уходит я человек подвластный и я говорю деньги придите и они приходят аминь ты скажешь какая хорошая схема сегодня хочу такую очень хорошее место я человек подвластный я нахожусь где под властью под какой властью что это за власть такая которая дает тебе власть оказывается чтобы иметь власть тебе нужно стать под власть ой пастор я был под властью напрягает я выскочил и теперь я не подвластный я такой свободный я вообще люблю демократию Латвия демократическая страна и здесь какой-то вот такой религиозный тоталитаризм все всех под власть загнать хотят со всех хотят какое-то что-то хотят иметь хотят всех заставить что-то делать я вот эти свободный человек либер свобода ценю свободу живу в свободной стране хочу делаю хочу не делаю хочу поступаю хочу не поступаю только что-то не могу понять как-то вот пришел к Богу ничего не меняется болезни не исцеляются деньги не приходят проклятие не уходят бесы уходят когда приезжает мадабука и приходят когда он уезжает что это человек не подвластный свободный человек Людвиг брось фотоаппарат иди сюда слава Богу я вот специально заехал когда сюда ехал взял погоны ну как у немцев один два тяжело нести было и вот смотрите что такое человек подвласт кто рассуждал рассуждал тот кто служил в армии когда-то один раз мы с пастыром Алексеем и есть еще один пастыр Александр Мельник из Америки ехали в машине и мы разговаривали долго о том как мы служили в армии слышишь мы хорошо служили пастыр Алексей он был заправщиком Саня Мельник он был портным а я был за складом Господь царствует но знаете все равно когда ты в армии служишь у тебя понимание в жизни что? больше чем у тех кто не служит вот я вам серьезно говорю потому что в армии понимают что? власть вот этот человек он понимал власть и он понимал есть власть светская и он понимал есть власть духовная и он перенес свое понимание с власти военной на власть на власть духовную и если ты переносишь свое понимание то так же само как власть физическую ты чтишь точно так же само ты должен чтить власть духовную и он говорит я понимаю твою власть Иисус ты имеешь статус статус ты имеешь погоны поэтому тебе даже идти не надо вы понимаете министр обороны по-другому придется меня призывали в армию выгрузили нас мы лежим на полу на матрасах спим и вдруг 6 часа утра такой противный противный звонок и еще противнее голос рано подъем и вот представьте себе я открываю глаза смотрю кто кричит какой-то сержант да плевать я хотел на этих сержантов мне пожалуйста министр обороны тогда встану да никто даже такого предположить что не может до такого даже додуматься никто не может кто кричит сержант что надо делать вставать надо если не хочешь кованым сапогом получить по одному месту все ты попал куда под власть и тебе ничего не остается для того чтобы принять эти правила подчиниться им и жить по этим правилам и если ты будешь жить по этим правилам с тобой может что-то случиться ты можешь дослужиться я допустим дослужился до ефрейтера есть много великих людей которые были ефрейтерами поэтому я сильно не расстраиваюсь но все равно когда ты куда-то дослужился ты тоже уже имеешь что власть и вот Людвиг он полковник они же полковника кто подполковник даже само звание полковник и под полковник оно уже о многом говорит вы понимаете просто еще одну звездочку я не купил поэтому чистые погоны кто-то еще идите сюда никто не хочет на чистые погоны чистые погоны чистые совести было такое выражение в армии ну хорошо не хотите как хотите мне не зазорно так вот я одеваю погоны чистые ничего нет и вот я попадаю в эту бригаду есть подполковник есть полковник есть министр обороны падают погоны чистые потому что так вот что происходит я попадаю в какую-то структуру и здесь действуют свои правила свои законы и именно нахождение в этой структуре дает тебе возможность чтобы твои слова что-то обозначали смотри простая вещь человек полковник обычно это люди с плохим характером потому он и полковник с хорошим характером обычно они фрейторы так вот полковник он приказывает он дает приказание и вот этот человек который находится в этой структуре если он хочет иметь в жизни позицию власти он обязан скажи обязан подчиняться подчиняться ты скажешь но полковник может придумать какую-то тупую какую-то знаете я вам скажу так я тупым приказом не подчиняюсь послушай дорогой а тебя никто не спрашивает ты в армию пришел погоны одел что надо делать подчиняться если ты хочешь иметь что власть мы строили там в Москве какое-то здание и маршал выдал приказ работали до 6 вечера теперь работайте до 9 все везде закрыли мы стоим солдаты портянка на пол ноги портянка нету нету в Латвии такого понятия как портянка да то то видно что в армии у вас тоже нету портянка вот такая узенькая ты через день ее мотаешь один день на пятку другой день другой день на носок и вот мы вышли 28 градусов мороза все закрыто 6 часов работать до 9 приходит прапорщик не маршал маршал в кабинете оттал приказ и прикинь бессовестный продолжает сидеть в кабинете приходит прапорщик и говорит вот эти трубы положите туда мы раз их туда положили он говорит теперь вот эти трубы которые вы сюда вчера положили положите туда ужас я думаю какой какой тупой прапорщик ужас зачем как видите анекдот говорит сегодня будем товарищи солдаты грузить люминей товарищи не люминей а алюминей а кто шибко умный будет грузить чугуней я думаю какой тупой прапорщик заставил нас одного места в другое трубы носить мы носим носим да что такое я расстроился вообще первый день второй так это месяц каждый день а с другой стороны ну стояли бы мы там на месте мы просто замерзли а так носишь трубы весело тепло хорошо себя чувствуешь мышцы качаешь мозги работают послушайте а как вообще в армии добиться повышения есть два варианта есть два варианта первой первой либо какой-то надо подвиг совершить либо все время слушаться попросить на подвиги готов миллион долларов пожертвовать сегодня не готов ну тогда хотя бы что слушайся и вот смотрите вот этот человек он услышал один такой приказ второй такой приказ и он говорит короче товарищи забирайте ваши погоны я просто буду ходить могу я быть просто прихожанин в вашей церкви зачем мне быть полностью в вашей структуре могу я просто сюда ходить просто проповеди слушать просто вот пастора я люблю вы знаете момент когда он снимает себя по теряется его власть теряется его позиция вообще теряется у него все его слова они перестают иметь власть силу влияние вот почему многие христиане они без Бога сражаются со своими проблемами они без Бога строят свои церкви они без Бога решают свои семейные вопросы они без Бога воспитывают своих детей они без Бога зарабатывают деньги они без Бога вообще Богу служат почему да потому что порядок определяет будешь ты иметь власть или не будешь когда Иисус вышел на служение у меня вопрос кто он был по званию кто был по званию Иисус когда вышел на служение подсказка Иисус не был генералом Иисус не был полковником Иисус даже ефрейтором не был когда он вышел на служение он надел чистые погони и он пришел как человек и когда дьявол пришел и поставил его на крыло храма и сказал смотри сюда вот эти все 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 города если ты мне подчинишься поклонишься я все их отдам тебе Иисус сказал я не пойду легким путем я не возьмусь за легкий путь я пройду все три с половиной года и суть хождения Иисуса Христа по земле да суть даже не в том чтобы исцелить больных суть не в том чтобы изжнать бесов суть в том чтобы показать всему миру как каждый христианин который готов слушаться Бога может получить потрясающую власть на этой земле амэн я говорю каждый христианин который решил слушаться Бога может получить потрясающую власть на этой земле и когда Иисус воскрес написано Он сказал такие слова да на мне всякая власть на небе на земле и где в преисподней Господь откуда ты взял такое помазание откуда ты взял такую власть кто тебе ее дал кто тебе ее доверил это не было мгновенно слушай мгновенно только дьявол дает мгновенно только дьявол предлагает Бог берет любого человека и он хочет его от рядового провести до генерала и дать ему потрясающую власть через которую бы мертвые воскресали больные исцелялись смерть была подчинена он хочет дать чтобы всякое проклятие уходило почему слабые верующие почему немощные верующие почему пастора дохлые почему верующие дохлые потому что в своей сущности очень многие давным давно уже скинули с себя погоны они вышли из системы они вышли из структуры и они живут как попало сохраняя вид благочестия но силы его отрекшиеся я понимаю что твоя религиозная совесть давно тебя успокоила я понимаю что ты давно уже сам себе нашел оправдание но если ты хочешь двигаться вперед то что тебе нужно тебе нужен факт скажи факт послушание что такое факт послушание это переломать себя и я вам скажу я нигде себя так не ломал я нигде себя так не сокрушал только в армии и в церкви амэн и когда ты видишь приходящую власть приходящее помазание что это Библия говорит что Иисус был послушен Иисус был послушен до смерти и смерти крестной когда приходит зеленый пацан в армию ничего не значащий со своими приколами цель армии сломать его и из гордого надменного сластолюбивого со своими приколами сделать героя аминь когда ты приходишь в Божью армию цель Божьей армии тебя из грешника из проклятого человека из разрушенного человека через смирение через послушание сделать героя чтобы ты умер во время послушания аминь аллилуйя что-то стало не весело послушайте звания просто так не даются знаете сколько людей они липовые липовые генералы липовые полковники липовые капитаны липовые майоры знаете как мента уволили из органов а он приходит увольняться и говорит корочку потерял и потом с потерянной корочкой просроченной ходит везде показывает майор такой-то майор такой-то это до поры до времени пока не напорься на нормального человека который скажет а ну-ка дай-дай-дай-дай что тут написано действует до октября 2012 гуляй до свидания ты никто ты был кто-то до октября 12 а теперь ты ноль ты такой же как и все и тебе могут так же как им всем по морде съездить тебе так же как и все могут создать проблемы почему может ты выпал из структуры знаете многие люди по привычке ходят в церковь они по привычке сидят на проповедях они по привычке хричат аминь они по привычке говорят аллилуйя но они выпали из структуры и соответственно они потеряли власть я знаю одну вещь для того чтобы открывать тысячу церквей нам власть нужна чтобы в арабских странах проповедовать нам власть нужна чтобы бесов изгонять нам власть нужна чтобы привлечь миллионы нам власть нужна и власть приходит как результат смирения и послушания Иисус был смирен до смерти и смерти крестной и Бог поднял его и дал ему власть выше любой другой власти мне хочется сказать многим людям дорогие мои твои погоны тебя ждут алло твои погоны тебя ждут но я не хочу вести ячейку я не хочу проповедовать я не хочу молиться за больных я не хочу бесов изгонять я хочу сказать твои погоны тебя ждут и когда ты войдешь под полное смирение под полное послушание власть твою жизнь возвратиться аминь давайте мы похлопаем под полковнику и полковнику мы сапож полковнику полковнику дожим аплодис